Прежде всего, Даг, спасибо большое, что нашли время с нами поговорить. На этой неделе мы видели, что украинские военные осуществили дроновую атаку на склад вооружений в России под Тверью. Кроме того, продолжается и украинская операция в Курске. Можно ли сказать, что все это сигнал Западу, что Украина не побеждена, что ее союзники не вкладываются в какой-то заведомо проигрышный вариант? Совершенно верно. Я считаю, что выбор времени очень важен, и Украина сосредотачивает внимание на том, чтобы показать, что она может добиться победы на поле боя. Курск — это демонстрация того, что эта война не превратилась в позиционную войну и не зашла в тупик. Украинская армия все еще может продвигаться вперед и преодолевать российские оборонительные рубежи. Кроме того, Украина старается продемонстрировать, что если она получает необходимые средства от Соединенных Штатов и других союзников, она может преодолевать крупные рубежи, например, и на Донбассе, и на южном направлении. Что там тоже она может побеждать. Возможность выполнять удары дальнего радиуса действия по территории России — это очень важный сигнал, особенно для Соединенных Штатов. Возможность бить по территории России даст Украине большие преимущества. Иногда администрация Байдена приводит аргументы, что, мол, не стоит разрешать Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, такие как Атакмс или Стормшеду, потому что Россия может перемещать свою военную технику, например, перебрасывать военные самолеты, которые бомбят украинские города, за пределы досягаемости этих ракетных систем. Однако некоторые объекты невозможно переместить, например, этот огромный склад боеприпасов под Тверью. Его разрушение значительно повлияет на ситуацию на поле боя. Хорошо, Украина отправляет сигнал Западу. А готов ли Запад, в свою очередь, его принять? Это очень важный вопрос. В течение последних недель на администрацию Байдена оказывают огромное давление с целью изменить политику, снять ограничения на то, как Украина может использовать оружие и разрешить ей применять как американские, так и другие западные ракеты для ударов по России. Идет давление, и нам известно, что Соединенное Королевство очень поддерживает такие изменения и либо скоро даст такое разрешение Украине, либо уже дало его. При этом из-за того, что Соединенные Штаты участвуют в развертывании и использовании британских ракет Storm Shadow, Лондон должен получить именно американское согласие. Поэтому Британия пытается мягко надавить на Соединенные Штаты и добиться изменения политики в этом вопросе. Я надеюсь, что когда на следующей неделе президент Зеленский приедет в США на Генассамблею ООН, у него и президента Байдена появится возможность побеседовать один на один и договориться об изменении политики. Я на это надеюсь, но также важно, чтобы Украина продолжала демонстрировать ценность таких изменений и показывала, почему они должны произойти, а также, что решения нужно принять срочно. Насколько важно, что Владимир Зеленский здесь, в США, встретится и с Джо Байденом, и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом? Это очень важно. Двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах – это давно устоявшаяся реалия. Как республиканская партия, так и демократическая всегда поддерживали Украину. Но сейчас не ясно, насколько этот консенсус еще действует. Многие республиканцы до сих пор поддерживают Украину, и мы были тому свидетелями, когда в апреле многие республиканцы проголосовали за пакет помощи Украине. Тем не менее, многое пока непонятно в отношении самого Дональда Трампа и кандидата на пост его вице-президента Джей Ди Венса, который говорил, что надо попытаться заставить Украину сесть за стол переговоров, заставить ее отказаться от территорий, объявить о своей нейтральности и пойти на план заключения мира, который очень похож на тот, что предлагает Владимир Путин. Все это беспокоит многих в Украине, а также многих в Америке. Поэтому очень важно, чтобы президент Зеленский приехал сюда и поговорил с президентом Байденом, вице-президентом Харрис и с бывшим президентом Трампом, чтобы он донес до них, во-первых, что на кону в этой войне, а во-вторых, почему победа Украины важна для Америки и отвечает американским интересам. Ну и кроме того, надо дать понять, что когда либо Харрис, либо Трамп займут президентское кресло, они тоже смогут добиться победы для Украины, и что это не превратится в какую-то вечную проблему, с которой им придется иметь дело постоянно. Что президент Зеленский видит выход из сложившейся ситуации. И это, как мне кажется, особенно важно для получения поддержки Дональда Трампа. Можем ли мы сейчас утверждать, что союзники Украины движутся к тому, чтобы дать Украине то оружие, которое ей нужно, и разрешить его использовать так, как ей нужно? На основании тех публикаций, которые мы видим, становится понятно, что этот вопрос много обсуждается разными людьми, включая администрацию Байдена. Посмотрим, ждут ли они подходящего момента, либо думают, как правильно преподнести это решение. Кроме того, часто, когда мы принимаем такие серьезные решения, когда меняется политика применения какого-то оружия, американское правительство не делает об этом публичных заявлений заранее. Публичные заявления обычно делают уже после запуска ракет. Я думаю, что именно это и будет сигналом изменения политики. Кремль в среду заявил, что это опасно давать Украине дальнобойное оружие. Они это много раз уже заявляли, что это будет для Москвы переходом красных линий. Может ли разрешение на удары дальнобойным оружием приблизить конец войны или, наоборот, привести к эскалации? Я считаю, что это может приблизить окончание войны, потому что ослабит возможности России продолжать ее. В прошлом Кремль называл такие вещи красными линиями. Например, предоставление Украине некоторых видов западного оружия, поставки танков, удары ракет по Крыму и удары по территории России. Все это Кремль называл красными линиями. Множество красных линий. Много-много-много красных линий. И Украина пересекла их все. А реакцией Кремля на все это было продолжать убивать украинских мирных жителей. Украинская армия пересекла российскую границу и вошла в Курскую область при поддержке американских бронемашин. Поэтому я надеюсь, что администрация Байдена сама видит, что угрозы Путина – это пустозвонство. Если говорить о самом названии плана Зеленского, план Победы, насколько важно, что он именно его выбрал? Не мирный план, а план Победы. Я думаю, что это очень важно. И это важный сигнал как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Как я уже говорил, очень важно показать им обоим, что они смогут добиться победы для Украины. Особенно это касается Трампа. В прошлом Трамп описывал свою политику по отношению к Украине очень расплывчато. Он постоянно повторяет «Я закончу эту войну, я добьюсь победы для нас, я займусь этим». Зеленский старается составить свой план, исходя из того, чего он, как считает, хочет Дональд Трамп. Зеленский думает, могу ли я предоставить план, который будет отвечать как интересам Украины, так и интересам Америки. И предоставить план, который будет отражать то, что важно для Трампа. Сказать ему «Вот какой результат я хочу получить. Я хочу заключения мира и победы». Конечно, мы хотели бы узнать детали этого плана, и надеюсь, что мы сможем их узнать, когда президент Зеленский приедет в Соединенные Штаты. Благодарю вас за разговор.